В том, что рукопашный бой – вид спорта, если не жестокий, то до предела жесткий, убеждаешься почти сразу. Разбитые в кровь лица и многочисленные болевые приемы – здесь обычное дело. Как отмечают сами спортсмены, по-другому в этом виде единоборств просто нельзя. Недаром рукопашный бой является важнейшим служебно-прикладным видом спорта во всех правоохранительных структурах России. Только максимально приближенные к реальным условиям поединки воспитывают в сотрудниках правопорядка способность применять знания на практике. Рукопашный бой является сочетанием сразу нескольких видов единоборств, потому уровень технического мастерства спортсменов-рукопашников значительно выше, чем у любого другого борца. Во время поединка судьи оценивают не только точность нанесения ударов и удачно проведенные приемы, но и активность бойца на татаме. Нередко судьбу поединка решает одно неточное движение, да и не всем бойцам удается выстоять отведенные на схватку три минуты. Сами же соревнования в этом году собрали в Брянске более 140 спортсменов из 10 регионов страны. Первенство Центрального федерального округа не случайно пользуется особым вниманием руководства Общероссийской Федерации Рукопашного Боя. Представители именно регионов центральной части страны составляют костяк сборной России, потому о престижности турнира говорить не приходится. Здесь встречаются и чемпионы страны, и призеры страны, очень представительные соревнования. Надо сказать, что соревнования конституруются на представлении звания мастера спорта, но практически почти никто не выполнит, потому как первые и вторые места занимают спортсмены, имеющие это спортивное звание. Единственным представителем сборной Брянской области, выполнившим на этих соревнованиях норматив мастера спорта, стал следователь Володарского РОВД Ибрагим Алиев. Наряду с Максимом Васильевым и Иваном Мехковым он будет представлять нашу область на чемпионате России, который пройдет в начале декабря в Курске. Также от Брянска на общероссийские соревнования в женской части программы отправятся Елена Мосина, Инна Пантелеева, Елена Власенко, Виктория Игрунева, Ольга Кашпарова и Елена Горовая. Брянские спортсмены сохраняют неплохие шансы на попадание в состав сборной России для участия в первенстве мира. Дмитрий Кузнецов, Игорь Сусла, События Брянск.